В районе улицы Кирилла Росинского еще 10-15 лет назад было поле, но затем это место стало застраиваться многоэтажками стремительными темпами. Первыми появились дома ЖК «Видный», и затем вокруг них стали строить ин-сити, свои многоэтажки. Затем стали открываться различные магазинчики, детские центры, частные детские сады. Ведь ни школ, ни садиков здесь длительное время не было, хотя основные жильцы района именно молодые семьи с детьми. Это обусловлено тем, что когда район только начинал застраиваться, квартиры здесь стоили на порядок дешевле. Даже в коттеджном поселке Австрия, который находится здесь же, еще 5 лет назад домик можно было приобрести за 3-4 миллиона. Тем не менее, до сентября 2022 года детям приходилось ходить в школу в микрорайон Губернский, а это минут 30 пешком по не особо безопасной дороге. И только 1 сентября свои двери детишкам района открыла новая построенная здесь школа, рассчитанная на 1550 мест. Соответственно, и цены на жилье сразу взлетели. Садиков пока нет, но их обещают в ближайшем будущем. А так народ вводит малышей либо в Губернский, либо в поселок Индустриальный. Из плюсов этого района здесь нет панельных домов, только монолит. Район новый, а значит все свеженькое и красивое. Детские площадки находятся на стилобатах, посторонние сюда не попадут. Внизу под площадками парковка. Отсюда вытекают и минусы. Есть дворы с привычными детскими площадками, открытыми для всех. Поэтому между мамочками района периодически возникают и такие войны. Раз мы на вашу закрытую площадку попасть не можем, то и вы на нашу открытую не ходите. Из-за активной застройки и многоэтажности зданий парковочных мест не хватает. Да и постоянные пробки на выезд из города. Чтобы попасть на работу в центр к 9, выезжать нужно до 7 утра. Дороги строятся, как, например, долгожданная дорога через изумрудный город, но только проблему она не решила. Зато на районе есть чудесная аллея с часовней и фонтаном, по которой можно гулять всей семьей. Сейчас мы спросим местных жителей, чем им нравится этот район, а чем нет. Вы давно здесь живете? Ну, год уже живем. Нравится? Да, все отлично. А что именно нравится? Сам район, вот, все как бы удобно, доступно сего, вот, магазины, все, как бы, все нравится, вот, только садики ждем, чтобы, вот, не хватает, единственное, это садиков нам. А проблемы с парковками есть? Проблема с парковками, да. Вот, мы место под стилобабом не покупали, и, как бы, да, сложно поставить машину, если приедешь уже вечером. Это, да, такой минус, конечно, да. А сколько сейчас места стоит, не знаете? Вроде бы 800 семейное стоит, да, а такое, вроде бы, 400 чем-то стоило, ну, это вот в начале было, как мы заезжали, сейчас точно не скажу. Тут домострой стоит давным-давно, и я, насколько знаю, люди жалуются. Это тот самый, который заброшенный, никак не могут снизить, да? Ну, так, все неплохо. А проблема с дорогами и с парковками? Дороги и парковки – это беда Краснодара, от этого никуда не деться. Ну, здесь жалуются, что вообще люди не могут выехать отсюда на работу. Ну, сейчас вот что-то делают, вот там дорогу начинают строить. Ну, правда, ее давно уже делают. Думаете, разгрузит район? Ну, должно. Район хороший, но только домов настроили. Ни садиков, ни поликлиники, ни почты, ничего, ни Сбербанка нету, ничего. А так, если надо, надо ехать в Сбербанк. Вот у нас два дома, 1400 квартир. Это на два дома, считай. А их уже тут больше 40. А поликлиника 13-й у нас далеко. Вот если бы хотя бы один автобус пустили, вот идут все на Петра Ментальникова. Пустили бы в кольцо туда, через, ну, мимо поликлиники. Хорошо бы было. А расскажите, давно живете здесь? Да, уже пять лет. Нравится? Район нравится. Он новый, современный, красивые дома. Но не нравятся вот такие постройки, которые рядом с домами, они шумят. Жить круглосуточно, вот этот шум, его перенести невозможно. Неужели нельзя было как-то архитекторам решить этот вопрос и вынести вот такие станции подальше от жилых домов? Прямо открываешь балкон и смотришь и слушаешь на эту красоту. Спасибо архитекторам и администрации, которая попродавала землю, сделала узкую полосу двухполосную. Как хочешь, так и добирайся. То есть добраться в микрорайон практически невозможно. Уехать утром и приехать вечером после работы.